этот домик как будто бы чуть поменьше на три окна и такой вид более более привычный имеет крыльцо здесь сбоку но он тоже на самом деле большой опять же повторюсь сравнении с черно с домами в черноземье южными курениями мазангами это прям большая домина опять же видите под одной крышей и так прямые хоз постройки пойдемте смотреть прости свадьба княжества здесь у нас комнатка да вот у нас хоз постройки сарай то вот сеновал с той стороны тоже под одной крышей внизу карета бричка язык называется и собственно основная изба здесь свадьба проходит сейчас это вот у нас свадебный стол накрыт с гусями пирогами блинами ну тут в данном случае место побольше опять же чем отличается от нашей территории очень низко окна чтобы понимали окно вот на уровне колена моего зато при этом высокие потолки такие почти три метра палате ну смысл такой же до половин дом занимает печка вот на печке старики спят здесь дети молодежь по палатам здесь как-то ну и вот эти вот штуки на уровне глаз она получается в рамках экспозиции это типа спальни молодых они сюда шли после свадьбы ночевать но опять же это летний вариант скорее всего потому что печки в этой части не предусмотрено видите дом высокий а внизу вот то что под светлицей там держали свиней скот то есть тут под домом там отдельная история здесь еще одно строение называется житница для хранения зерна помещения это просто маленький и здесь сусеки вот по ним надо было скрести чтобы сделать колобка продолжаем осмотр традиционной русской деревни пойдемте сходим в баню я думаю что это она и есть достаточно маленькое помещение дедушки на бане было почувствовать бани естественно по черному смотрите просто камни тип очага вот там разжигали камни накаливались вот никакой трубы еще тут не предусмотрен это бань по черному тут полки на них мылись ну и все получается да какая вот такая у тебя в бане вот с камнями по черному вот это вот такая топка прикольно как тут люди не угорали то вообще а это не натапливалась сначала потом проветривала сяга и потом заходишь понятно так это у нас авин двухэтажный не маленький для хранения для чего двухэтажное сооружение размером в плане 5 на 5 на 3 и 6 с печкой в нижнем этаже под вине и жердями колосняками для сушки снопов зерновых технических культур верхнем этаже сушили это начало двадцатого века вот такой авинник сушить хлеб получается печка а наверху снопы раскладывали и сушили так ну и пожалуй самое интересное наше сегодняшнее видеоэкскурсии это деревянный храм были хоть раз деревянной церкви сейчас покажу но это тот самый храм знаете который построен без единого гвоздя хотя вот все всегда говорят о без единого гвоздя с другой стороны они тут как бы и не нужны объективно эти гвозди потому что бревна вставляются друг другу куда там гвозди там есть нагили опять же они могут деревянные могут железные вот они прекрасно заменяют собой гвозди поэтому да без единого гвоздя это как знаете говорит без единого шурупа или без использования лазера понятное дело что вы не использовали так это первое помещение тут огромная дверь кстати наш шириной наверное метра 2 закрывать пожалуйста заходим деревянный храм 16 века большой кстати каким он был покрыт вот такой вид там можно забрать и и соответственно сюда привезли собрали большое помещение здесь как выглядит вверх знаете на что похоже похоже на советский фильм и помните когда пиво паночку из вот этих окон сверху вылазили все принять мне вот вот это вот такое интересное место витославлицы великий новгород если вы из москвы сюда очень быстро можно доехать если из питера сдачи электричка ходит вот кстати это все река волхов и озеро ильмень ильмень здесь начинается и здесь же юрьев монастырь я наверно его сейчас тоже сниму будет отдельный ролик подписывайтесь на канал друзья пишите в комментариях что вы об этом думаете миклуха макфла любите историю пока пока я кстати тут смотрите сколько земли нарыто пойду пособираю керамику